Всего-всего-всего. Ну вот, о чем сегодняшняя наша встреча? И вообще я чертовски вам благодарен, потому что 2 января, ребят, вообще вот как бы собраться для того, чтобы вместе о чем-то посидеть, поговорить, подумать, это вот дорогого стоит. Огромное вам спасибо, это раз. Вот. Есть, конечно, вариант, что вам просто делать нечего, но тем не менее, даже если вам делать нечего, все равно же мы же как бы вот выбрали сюда, а не посмотреть там какой-нибудь фильм, сериальчик. Вот. Поэтому сильно надолго я вас задерживать не буду, но зовут меня Юрий Чекчурин, и сегодня мы поговорим о чем? Об уверенности в себе и самооценке. О том, что это такое, о том, почему с ней возникают различного рода сложности, и что нам делать для того, чтобы действительно эту самооценку повысить. Как вы знаете, мы с вами на марафоне, и поэтому основное, что будет, это будет вот 3 встречи с нами, на которых можно задавать вопросы. Сегодня, к сожалению, без Оли, но в следующий раз обязательно мы будем вместе с ней. В следующий раз случится, по-моему, в четверг, а потом еще в воскресенье. Ну вот. Итак, с чего все началось? Я расскажу, с чего все началось, потому что меня это действительно заинтересовало. Я, как вы знаете, работаю психотерапевтом. Ну, в смысле, не то, чтобы работаю. Это моя практически идентичность психотерапевта. Я подозреваю, что даже если запереть меня в пустую комнату, все равно я там начну терапевтировать стулья, например. Там что-нибудь начну делать, какие-нибудь с какими-нибудь образами работать. Ну, так вот. Я психотерапевт. Не только психотерапевт. Потому что, если я начинаю думать о том, что я психотерапевт, у меня сразу там борода появляется в голове, там мудрость в глазах появляется, что-то еще. Я еще исследователь. И вот. А что такое психотерапия? Я уж решил вам рассказать прямо с козырей зайти. Вот что такое, по большому счету, психотерапия? Психотерапия – это логистика психологическая. Логистика. Доставление грузов из одного места в другое. Понятно? Но в данном случае не грузов, а доставление эмоций, состояний, ресурсов. Вот по большому счету того, что называется ресурс. Ресурсы разные бывают. Ресурсы бывают, как вы знаете, люди. Мы обращаемся к людям, и люди нам помогают. Ресурсы бывают деньги, одежда. Когда холодно, одежда – очень хороший ресурс. Ресурсы бывают время. Как мне не хватает времени, говорим мы. Ресурсы бывают знания. И ресурсы бывают определенного рода компетенции. Компетенции – входить легко в эмоции, в эмоциональное состояние. Компетенция – выходить из эмоциональных состояний. То есть такие вот умения, которые в принципе у нас более или менее отработаны. Ну так вот. И вот я психотерапевт. Вот я в кабинете. И вот я спрашиваю у человека, что вам нужно. Ну собственно, вот где этот самый ресурс, который у человека, ну обязательно есть. Ну если не у человека, то значит я научу. Или у кого-нибудь возьмем. И человек говорит, мне не хватает уверенности. Я это помню с самого первого дня моей психотерапевтической работы. Когда люди говорят, мне не хватает уверенности. И честно говоря, в тот момент, когда они сказали в первый раз, человек говорит, мне не хватает уверенности. Я был не просто в затруднении. Не просто в шоке. Я не понимал, о чем говорит человек. Я это, честно говоря, и сейчас не очень понимаю. Уверенность. Уверенность в чем? Уверенность в том, что ты, это ты. Уверенность в том, что ты можешь. Уверенность в том, что ты хочешь. Мне не хватает уверенности. Вот как часто мы это слышим от людей, если мы задаем вопрос. Я необычный психотерапевт. У меня не всегда есть понимание того, что должно быть у человека. Было бы очень хорошо, если бы вот так вот четко совершенно всем людям нужно что-то иметь. Как говорил Милтон Эриксон, у человека должна быть работа, семья. Значит, и человек, которому нужно на Новый год отправлять открытки. Очень удобная идея. Но я не знаю. Я не знаю, что нужно человеку. И поэтому я спрашиваю, что тебе нужно? Они говорят, уверенность. Причем я потом стал тренинги вести. И на тренингах ты спрашиваешь человека, а скажи, пожалуйста, что тебе пригодилось бы в той или иной ситуации? А человек говорит, мне не хватило уверенности. Мы часто слышим эти слова. Мы не задаем себе вопроса, что они значат. Более того, мы часто говорим эти слова. Ну, или даже не говорим, но чувствуем. А в жизни огромное количество ситуаций, в которых действительно нам этого не хватает. И в этих ситуациях что мы испытываем? Мы испытываем фрустрацию. Мы испытываем страх. Мы испытываем сомнения. Мы испытываем, как говорил один мой клиент, затуп. Я туплю, говорит он в этот момент. Уверенность. Уверенность. Я начал спрашивать, что это значит. Кто-то начинал говорить о чувствах, которые в этот момент есть. Кто-то просто смотрел на меня вот этими самыми глазами. Но вот что такое вот эта уверенность, благодаря которой мы действуем? Я стал искать те места, где мы уверены. Ну, давайте так. В детском саду, в средней группе. Если ты спросишь детей в средней группе в детском саду, кто умеет танцевать, все закричат «я», и все кинутся танцевать, и это будет ужасно, я знаю. Я это видел. Я это видел неоднократно. Вряд ли мы назовем это танцами. Но они уверены в этом. Они уверены в том, что они танцуют. Кто умеет петь, если мы спросим? Кто умеет петь? И опять-таки «я», закричат они, и начнут петь. И да, многого не хватает. Нашему изысканному музыкальному слуху, конечно же, не хватит ни гармонии, ни ритма, ни акапеллы. Но они уверены. Они уверены. А ты спроси об этом в третьем классе или во втором. Кто умеет рисовать? Кто умеет петь? Кто умеет танцевать? И в большинстве случаев дети начнут смущаться, дети начнут тупить, дети начнут отвлекаться, у детей появится легкий страх, фрустрация, прости Господи. То есть что получается? То, что на разных концах лежат что? Уверенность в том, что у тебя получится. И взрослое состояние. Вот сейчас я спрошу, кто из вас умеет рисовать? Кто из вас умеет танцевать? Вот не тогда, когда, ну хорошо, хорошо, там есть, я уверен, есть люди, которые рисовать умеют, и танцевать, и даже петь. Но не случайно же жесткий анекдот гласит нам, если ты красива, умна, сексуальна и раскованна, иди спать, ты пьяна. То есть уверенность у нас получается когда? На Новый год, да? После третьего фужера шампанского, вот тут мы и раскованные, и веселые, и коммуникативные, и в состоянии мечтать. Расслаблены. Итак, смотрите, что такое уверенность? Это расслабленность. Это расслабленность и совершенно спокойное, когда ты принимаешься за дело, не задумываясь о том, как на тебя смотрят. Танцуй, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никто не предавал. Уверенность. И вот этот вот зверь, уверенность, которого мы когда-то, я подозреваю, где-то потеряли. В детском состоянии где-то потеряли. В детском состоянии это случилось, это случилось, когда нам сказали, у тебя не получается. Нам дали обратную связь настолько невысокого качества, что, в принципе, нам это отбило охоту. Мы засмущались. Мы прислушались к мнению других. Мы стали сравнивать себя с другими. Я смотрю на рисунок того, кто рисует рядом, вижу, что у него получается лучше, чем у меня, и говорю, ну вот пускай он рисует. Я гляжу на девочку, которая танцует лучше, чем я, и говорю, ну вот пускай она и танцует. У нас появляются, внимание, какие-то внешние ориентиры. И эти внешние ориентиры, они нас не поддерживают. Они нас не поддерживают. Уверенность. Я стал искать. И я был не один. Я бросился к удивительному человеку по фамилии Стив Андреас. Вы знаете, я думаю, некоторые из вас слышали про него. Это Нелпер, тренер, психотерапевт, коуч. Несколько лет назад он нашел из жизни, но перед этим он успел сказать самооценка. Самооценка. И в этом слове самооценка он сказал четкую формулу. Самооценка – это то качество, которое тебе нравится, и ты знаешь, что оно у тебя есть. И самооценка – это то качество, которое у тебя нравится, и о котором ты знаешь, что оно точно у тебя есть. У тебя есть много подтверждений этому. Но здесь и встает вопрос. Встает вопрос о том, что нам нравится в жизни. Что мы любим в жизни. То есть, что мы ценим в жизни. Потому что это действительно обидно. Когда, например, ты ценишь ум, но про себя ты не уверен, что ты умный. Это обидно, когда ты ценишь красоту, но себя ты оцениваешь как некрасивого. Это обидно, когда ты ценишь спорт, но глядя на себя в зеркало, ты понимаешь, что тебе до спорта далековато. И понятное дело, что тогда самооценка падает. И вот этих вот состояний, когда наша самооценка падает, в нашей жизни достаточно много. Более того, некоторые вещи нами как будто бы, некоторые ситуации нами как будто бы до сих пор не разрешены. Я имею в виду, мы до сих пор не знаем, что с ними делать. Вот когда мы попадаем в различного рода ситуации, мы же ведем как. То есть, если мы знаем, что делать, все легко, все хорошо. А вот если мы не знаем, что делать, вот тогда мы что испытываем? Мы испытываем стресс, и мы начинаем искать. Мы начинаем искать в своей жизни, ну, а что мне помогло в прошлый раз? Мы ищем. Мы не находим. Ничего не помогло. Мы ищем дальше, опять не находим. И вот эти вот ситуации, вот эти вот стрессовые ситуации, они только разрушают нашу самооценку. Но эти ситуации мы должны знать. Как часто происходит у нас в жизни, вы же знаете. Ты столкнулся с каким-то событием, каким-то плохим. И ты мечтаешь о том, чтобы оно скорее закончилось. Ну, там, пять минут позора, да. Вот тебе нужно сделать доклад на работе. Или тебе нужно выступить на вебинаре. И вот ты выходишь, ты испытываешь жуткую фрустрацию, ты испытываешь стресс, ты испытываешь смущение. Ну, собственно, это как раз те самые ситуации, когда у тебя самооценка не очень. А потом это завершается, и ты такой, а про себя, ты что в этот момент думаешь? Ты думаешь, да скорее бы оно закончилось. Слава богу, что оно закончилось. Слава богу, что оно завершилось наконец-то. Я больше не буду на эту тему думать. А черт подери, если оно завершилось так плохо, то это означает, что в следующий раз он будет таким же плохим. В стрессовой ситуации ты действуешь согласно предыдущей тренировке. И каждая ситуация, в которой ты сказал себе, я хуже другого, каждая ситуация, в которой ты сказал себе, я не знаю, что делать, каждая ситуация, в которой ты когда-то сказала, я боюсь, я не хочу, чтобы это было, каждая ситуация практически отгрызает кусочек нашей самооценки. И беда в том, что вот этот вот стресс, вот эта вот фрустрация, она копится. Она как зараза. И поэтому первое, что мы должны сделать, это для себя найти, найти те случаи, когда мы испытывали. Когда мы испытывали вот эту самую фрустрацию. Я что имею в виду? Хотя бы записать. Потому что когда ты знаешь, когда с тобой происходило что-то плохое, ты уже начинаешь понимать те слабые места, в которых тебе требуется уверенность. В которых тебе требуется вот эта вот самая высокая самооценка. Слабые места. Да. На всякий случай соглашусь, хотя не понял, кто это говорит и что. Но хотелось бы верить, что это поддержка моих идей. Вот. Те места, те случаи, те ситуации, те триггерные точки. То, что нас триггерит. Понимаете, в чем дело? Учиться плавать нужно не тогда, когда, не знаю, там корабль тонет. Понимаете? В этот момент искать учебник по плаванию уже немножко поздновато. Понимаете? Учиться плавать нужно заранее. И вот эта вот неделя, она для нас, для того, чтобы научиться плавать. Первое. Первое. И важное. Где, когда и с кем нам эта самооценка нужна? Потому что, вот, смотрите, тут как интересно. Вот если я вас спрошу, а где у вас высокая самооценка? Это важная штука. Это вторая часть. Но не менее важно понять, где мне эта самая самооценка нужна. А как мы поймем, что эта самооценка нужна? Да вот те места, где мы в жизни чувствуем, что. А я скажу, что. Поставил цель и не пошел. Ну, вот, смотрите. Вот накануне Нового года есть такая старая добрая традиция. Да? Писать планы на следующий год. Так ведь? Там писать виш-лист и поджигать его над бокалом шампанского, над фужером. И потом выпивать. То есть, иными словами, мы все равно уже закидываем вперед. Закидываем наши планы. А потом проходит год. Никто не совмещал планы на год и планы, ну, как бы, вот, и то, что получилось. Это интересно. Это очень интересно. Я веду дневник. То есть, где-то раз в два дня, иногда чаще, иногда реже, я беру записную книжку и записываю в ней свои мысли, свои планы, свои чувства. Ну, то есть, то, что происходит. Сон, который мне приснился, я записываю его. План, что нужно сделать, я записываю его. Мысли о клиентах, которые приходят, я записываю их. Но планы там очень много значат. И я имею возможность вернуться. Вернуться в 2021 год, в 2022, в 2019, в 2018, в 2017, в 2013, в 2010 год, в 2004, в 2005 год. Ну, где-то в это время я и начал писать. Я имею возможность посмотреть и имею возможность сравнить, как меняются мои планы. И имею возможность понять, что помешало мне их осуществить. И вы знаете, в большинстве случаев, скажу откровенно, мне мешало осуществить мои планы, что мои внутренние ограничения. Мои внутренние ограничения. Моя неуверенность. Моя низкая самооценка. Я пишу про свою семью. Про то, чем я доволен. Про то, чем я и не доволен. И, наверное, у вас в жизни тоже есть то, чем вы довольны в своей семье. И то, чем не довольны. То, чем не довольны, но по каким-то причинам не меняете. А почему не меняем? Потому что мы чувствуем, что у нас нет сил, способностей, возможностей сказать другому человеку то, что ты думаешь. Сказать другому человеку то, что ты хочешь. Сказать другому человеку. Либо же у нас есть воспоминания о том, как мы говорили, ничему хорошему это не привело. У нас есть воспоминания о том, как что-то пошло не так. И все эти воспоминания – это то, что пожирает нашу самооценку. Подъедает ее. Самооценка, видите ли, в чем дело. Уверенность в себе, видите ли, в чем дело. Она не то, что бывает раз и навсегда. Иногда ее нужно чистить. Точно так же, как мы чистим одежду, обувь. Точно так же, как мы убираем комнату. Точно так же, как мы проводим различного рода, ну вот, гигиенические действия. Два раза в день мы чистим зубы. Раз в день, а то и чаще мы принимаем душ. Меняем одежду. И если мы этого не делаем, то что-то плохое начинает происходить с нашим организмом. И та же самая история порой с нашей самооценкой, с нашей уверенностью в себе. И это первое, о чем мы должны себя спросить. Первое, о чем мы должны себя спросить, это вот как раз то, где и как нам этой самой самооценки не хватает. А второе, а второе, оно еще более важное. Где нам получать доступ как раз к самооценке. Вот. Теперь дальше. Если мы знаем, что в нас запускают наши затупы, наш страх неудач, наше откладывание на потом, наше чувство вины, то тогда мы начинаем понимать, ну, как раз и то, что нам необходимо в этот момент. Здесь у каждого свое, понимаете? Потому что, если, например, ты затупляешь, да, то нужно задать себе вопрос, а что, собственно, этому противоположно? То есть, какая эмоция, какое внутреннее состояние действительно поможет нам выйти из этой ситуации? Может быть, как это было, ведь не всегда же мы тупили? Может быть. Может быть, это вопрос, а, собственно, что делают люди, у которых, ну, скажем так, есть, есть какая-то, какой-то выход из ситуации? Как на моем месте поступил бы герой моего детства? Ну, не знаю, чебурашка, крокодил Гена. То есть, иными словами, у нас, кроме того, что есть, ну, скажем так, вот это вот понимание того, что нам мешает, есть где-то внутри интуитивное понимание того, что нам может помочь. или хотя бы вопрос, что мне нужно в тот момент? Что мне нужно в тот момент? То есть, какой ресурс непосредственно нужен? И, если уж мне нужен какой-то ресурс, то как я могу получить к нему доступ? Тут, конечно, те, кто занимался и наупи, скажут мне, якоря, якоря, конечно же, якоря. Ну, и якоря тоже. Но якоря, они тоже разные бывают. Вот давайте так, сказать, что мне помогает войти в состояние, вот, в котором мне сейчас не хватает. Я отвечу. Музыка. Потому что, что такое музыка? Музыка – это эмоция. И если снаружи мне помогает что-то войти в это эмоциональное состояние, ну, слава Богу. Для меня, вот, подобного рода якорями являются музыкальные произведения. И я их, как сказать, коллекционирую. Я их коллекционирую, потому что у меня, для меня, есть песни, в которых, или музыкальные произведения, в которых у меня есть доступ к мотивации. У меня есть доступ к ярости. У меня есть доступ к тому, чтобы взять себе за шкирку и сказать «вставай и делай». У меня есть доступ к дисциплине. Кто-то использует образы. Кто-то использует образы, и вы знаете, вот, шутки шутками, а практически вся, ну, тибетская религия, весь тибетский буддизм, он на чем строится? На том, что тибетец призывает в себя то или иного героя. Героя святого, то или иное воплощение Будды, обладающее теми или иными качествами. Существует, назовите это ритуалом, назовите это молитвой, когда тибетец призывает то или иное вот это вот существо вне всякого сомнения, обладающими тебе качествами, которые ему нужно, войти в него через, как оно, через темечко, заполнить его тело, дышать через него, так, чтобы тибетец почувствовал себя именно вот этим вот героем. Понятное дело, что я не рекомендую вам входить в тибетские обязательно символы. В конце концов, Чапаев, чем вам не образ, в который входить, или там, я не знаю, Мать Тереза, да, Валентина Матвиенко, как она вот действовала бы на вашем месте, если бы нужно было, или там, я не знаю, Верховный Главнокомандующий. Ну, то есть, есть люди, которых вы можете действительно в себя, вот, почувствовать себя ими. Кому-то, кому-то образ хорошо. Так? Кому-то необходимо действительно сделать несколько физических упражнений. Как-то, упал, отжался. Вот. Может быть, попрыгать. Потому что, например, Энтони Робинсон говорил, что все, вся мотивация начинается с чего? Начинается с прыжков. И у него дома есть батут. Если батут для вас невозможно, ну, просто попрыгайте, понимаете? Потому что батут, например, там, 100 килограмм он выдерживает. Я знаю. Попрыгать, побегать, подышать. То есть, какие-то важные сделать физические упражнения. Закрутить в своем теле. Ну, и подышать. Подышать, потому что, вот, понимаете, не случайно. И это не задорно. Это не задорно все равно. дышать, душа и дух это однокоренные слова в русском языке. Поверьте мне, как культурологу. Это действительно так. Дышать и душа. То есть, иными словами, вот, как это, и йоги кивают головами, то, как мы дышим, это и есть наше душевное состояние. то, как мы дышим, то, как мы поем. Кстати, песня. Пойте так, как будто вас никто не слышит. Да, ну и якоря, вне всякого сомнения. Просто вспомните, каково это, когда вы действовали несмотря ни на что. и вот эти вот простые, казалось бы, рецепты, они помогают заранее проработать значимые вот эти вот ситуации, в которых обычно мы не знали, что делать. У вас будет возможность прямо сегодня это сделать, а я пойду дальше. Я иду дальше. потому, потому что не менее важным в том, чтобы набрать вот именно уверенность в себе, набрать самооценку, набрать умение думать о себе хорошо. Вот, вы знаете, в НОП есть такое понятие обратная связь высокого качества. вот Оля является ее фанаткой, я передаю от нее пример, потому что если бы она сейчас была бы рядом со мной, она бы сказала, да, я расскажу. Но, поскольку ее нет, рассказываю я. Обратная связь высокого качества. Что это такое? Я скажу, это когда ты хвалишь себя. потому что с детства мы привыкли оценивать себя и даже не оценивать, а обесценивать себя. Вот давайте так. 10-15 лет нашей жизни проходит по принципу внешних оценок нашей жизни. То есть ты написал сочинение и чужой человек ставит тебе оценки. Ты написал примеры, решения и другой человек ставит тебе оценки. Наверное, это в чем-то хорошо. Наверное. Но с другой стороны он ставит тебе оценки и подчеркивает красным цветом что? Подчеркивает твои ошибки. Я читал про эксперимент, который якобы проводили в какой-то школе. Там, где учителя подчеркивали зеленым цветом все то, что было сделано правильно. И вы знаете, когда у тебя подчеркнуто зеленым все, что ты сделал правильно, и ты видишь, что этого много, у тебя твоя самооценка меняется. Даже если тебе внешне. Но на протяжении 15 лет нашей жизни, да, откровенно говоря, на протяжении всех лет, сколько у вас в паспорте написано, вам ставят оценки внешне. и как результат ты научаешься ставить другим то же самое эти оценки. Дочь приходит, показывает тебе рисунок, и ты начинаешь, если это не первый рисунок твоей дочери, на первый ты реагируешь нормально, а вот второй ты уже начинаешь искать изъяны. Ты начинаешь говорить, дерево могла бы нарисовать получше, а вот здесь птиц не хватает. И что происходит тогда? Так вот, обратная связь высокого качества, это когда прежде чем сказать, что улучшить, ты хвалишь человека за то, что он сделал. Хвалишь человека за то, что он сделал. Если каждый вечер ты будешь говорить спасибо окружающим тебя людям и самой себе. Говорить спасибо за все, что ты сделала за сегодняшний день. Я знаю, поначалу это будет трудно. Я знаю, поначалу это будет тяжело, потому что на всякую спасибо сразу в голову приходит, а вот это я не успела, а вот это я не сказала, а вот это я не сделала. Но если действительно благодарить себя в том числе за то, что ты помнишь это, помнишь это, вспомнила, и вот тогда хвалить становится уже не просто похвалой, указанием на ценность того, что происходит. Мы не задумываемся, но на самом деле нас окружают множество, вот давайте начнем с простого, множество вещей, которые указывают на наши достоинства. Множество того, что действительно показывает тебе, что ты хороший. Ну, давай так, книга на твоем столе. Книга на твоем столе, да, я знаю, что руки еще до нее не дошли, но тем не менее, книга на твоем столе уже показывает, что тебе интересно читать. В отличие, кстати, от многих людей, если же мы будем сравнивать. книги, которые говорят тебе о том, что ты грамотный. Твоя квартира, твоя квартира, которая тоже является, ну, определенного рода доказательством того, что, ну, скажем так, что определенного рода обеспеченность у тебя есть. Твоя прическа, твой внешний вид, твоя одежда, которая говорит о том, что заботишься о себе, или говорит тебе о том, что экономишь, или говорит тебе о том, что для тебя не важна одежда, потому что для тебя важна, важны книги, одежда, что для тебя важна одежда, даже если она не очень удобна, чтобы показать лучшие стороны себя, твои привычки, потому что шутки шутками, а у тебя есть огромное количество привычек, у каждого из нас они есть, ими стоит поделиться, мне нравится моя привычка, ну, например, то, что когда я просыпаюсь, да, я проснулся, и что я делаю, я смотрю новости по пяти каналам, значимым для меня, и это хорошо, эта привычка, она у меня есть, она позволяет мне ощущать, ну, скажем так, связь с окружающим миром, у меня есть привычка чистить зубы два, то и три раза в день, и это хорошая привычка, у меня есть привычка всякий раз, когда я принимаю душ, делать сначала горячий, а потом холодный, у меня есть привычка в день по лестнице подниматься 15 раз в одну сторону, и 15 раз в другую, спускаться, но спускаться не важно, подниматься, знаете ли, это хорошая привычка, у меня есть привычка раз в неделю сверять свой график с тем, что я написал три месяца назад, и вот когда ты начинаешь перечислять эти привычки, я уверен, знаете, что случается, у вас тоже появляются, ну, скажем так, ну, ну, как это сказать, мысли о своих привычках, и они интересны, что мне нравится делать, мне нравится готовить тренинги, мне нравится писать упражнения, мне нравится создавать концепции, мне нравится анализировать информацию, мне нравится заниматься психотерапией, мне нравится вести гипноз, мне нравится находить неожиданные решения, комплексные, неожиданные решения, мне нравится мечтать, мне нравится вместе с друзьями создавать что-то новое, мне нравится играть в настольные игры, мне нравится готовить новое блюдо, мне нравится кормить ими моих друзей, мне нравится встречать друзей у себя дома, мне нравится играть в настольные игры с моей семьей, мне нравится смотреть интересные сериалы и обсуждать их, какие качества я в себе ценю, я ценю в себе любознательность, я ценю в себе работоспособность, и я мог бы рассказать о каждом из них, и мне хочется об этом рассказать, но просто для того, чтобы показать вам, что в принципе, вот это вот наше достижение, что это наше достижение, что нашими достижениями являются вещи вокруг, наши привычки, наше жизненное, ну вот, то, что нравится делать, то, что по большому счету является жизненными стратегиями, то, что нашими являются наши ценности и наши качества, наши принципы, принципы, которыми мы руководствуемся, я могу сказать, какой принцип у меня является, какие принципы для меня являются важными, но давайте так, я считаю, что каждый человек достоин большего и лучшего, чем у него есть, я считаю, что мы обладаем практически всеми ресурсами и всеми талантами, самое главное о них помнить самому, а если нет, то рядом находятся люди, которые тебе могут напомнить об этом, и нужно таких людей искать, я считаю, что каждый твой день должен быть лучше, чем какой бы то ни было день в твоей жизни, и если у тебя есть в прошлом какие-то дни, в которых ты был счастливее, чем сегодня, то значит нужно взять счастье и логистику, помните, и перетащить его в будущее, я считаю, что наша жизнь может быть и должна быть, гораздо более интересной и насыщенной, чем она есть сейчас, я считаю, что у меня есть долг перед людьми идти искать вот эти вот новые способы, как становиться лучше, каким должен быть человек, я тоже об этом могу говорить долго, но сейчас я говорю вот о чем, как только мы начинаем понимать, что у нас окружают вещи, которые свидетельствуют о ценностях, что у нас есть привычки, которые ведут нашим ценностям, что у нас есть принципы, в нашем теле, как будто наступает какое-то расслабление, и наша самооценка поднимается, и вот это вот упражнение мы тоже будем делать, сегодня или завтра, я уж не помню, понятное дело, что точно так же, как нам необходимы внутренние подтверждения, нам необходимы и внешние, нам необходимы внешние подтверждения, внешние подтверждения от тех людей, которые значимы для нас, и это прекрасно, если в нашей жизни есть люди, которые говорят нам прямо, то, чем мы цены для них. Вот смотрите, сегодня ради того, чтобы участвовать в этой встрече, вы пришли, вы пришли 2 января 2024 года, и откровенно говоря, для меня это огромное подтверждение того, того, что я не напрасно, что моя, то, что я делаю, то, что я говорю, значимо для других людей, то, что действительно на даже сегодня, даже 2 января, те люди, которые пришли, и те люди, которые посмотрят этот вебинар, это будет подтверждение того, что мы, ну, то, что я делаю что-то важное, и вот это для меня повышение моей самооценки, подтверждение моей самооценки, подтверждение моей уверенности в том, что значит, нужно дальше продолжать это. Это могут быть люди, которые прямо сейчас подтверждят вам это, это могут быть люди, которых вы можете мысленно задать вот этот самый вопрос, если бы значимый для меня человек на самом деле знал, чем я живу, что мне нравится, что я делаю, поддержал бы он меня в этом? Если бы он на самом деле понял бы самые мои глубинные мотивы, самые мои важные, самые мои глубинные мотивы, почему я что-то делаю, почему и как я совершаю эти действия? И вот когда ты начинаешь задавать себе этот вопрос, если бы Владимир Владимирович Путин вот сейчас, прямо сейчас, имел бы возможность понять, вот на пару секунд понять, что ты есть, что это там, вот, вот, не надо было мне про Путина говорить, потому что у меня куча будильников сразу, и телефоном заработало, ладно, не Путин, хорошо, ну, Путин, хорошо, Путин, все равно продолжаем, если бы он понял сейчас то, чем ты живешь, поддержал бы он тебя в этом, просто почувствуй эту поддержку, ну, не знаю, если для Путина не важен, но там есть люди, которые для тебя важны, правда же, потому что знаете, в чем фишка, в том, что мы боимся задать себе этот вопрос по поводу значимых для себя людей, но почему-то, сука, опираемся на незначимых, понимаете, почему-то думаем о том, что вот люди подумают о нас плохо, люди, которые плохо влияют на нашу самооценку, потому что я уверен, что у каждого из вас есть люди, вот я вот спрошу, а есть люди, которые, скажем так, опускают вашу самооценку, и вы мне сразу же расскажете про несколько таких человек, а вот с ними как, а там вопрос, там вопрос-то простой, серия простых вопросов, вот этот человек, который плохо о тебе думает, он является экспертом, он вообще понимает что-нибудь что-нибудь в том, о чем он плохо о тебе думает, является ли он достаточно умным и честным, чтобы действительно тебя оценить, хочет ли он того, чтобы ты стал бы лучше, или он хочет того, чтобы ты стал удобнее, и стоит ли ориентироваться на оценку этих людей, с самого раннего детства нас обучают думать о том, что думают другие, более того, мысль о том, чтобы что-то сделать, ну, давайте так, готовы ли вы выступать в ТикТоке, танцевать? Вот, некоторые готовы, верю в это, а некоторые скажут, ну, нет, это вообще не мое, это не мой имидж, но, е-мое, вот на самом деле, если честно, там вопрос не в вашем имидже, а там вопрос в том, о том, что подумают люди, вот если вы вот так вот задумаетесь, то вы придете в конце концов к этому, вот давайте так, на протяжении жизни много раз было в моей жизни такое, что, ну, скажем так, я начинал заниматься чем-то другим, и те люди, которые некоторое время были со мной, говорили, фу, Юра, что там греха таить, я вам могу сказать, что в возрасте 25 лет мой друг, хороший друг, которого я знал с детства, знакомый, который ушел в православную церковь, и сейчас он является настоятелем храма Александра Невского в Новосибирске, он предал меня анафеме, он право не имел так делать, потому что право предать меня анафеме имеет только собор церковный, то есть если соберутся иерархи, например, вот тогда анафема нормальна, но мой друг, священник, который сказал, что нельзя заниматься психотерапией, чуть позже, когда я уезжал из Новосибирска, тоже находились люди, которые говорили, вот, бросаешь город, чуть позже, когда я уходил, когда я делал что-то еще, всякий раз найдутся люди, которые, которые и теперь внимание, всякий раз, когда вы стоите перед какими-то значимыми решениями, вы же все равно где-то там внутри думаете о тех, кто вас останавливает, а они действительно являются экспертами, а они действительно достаточно умны и честны, чтобы понять, что вы делаете, а они действительно хотят, чтобы вы стали лучше, и стоит ли ориентироваться на оценку этих людей, вот эти вот ребята, три, три, как бы первых, да, вот три первых, что я сказал-то, ну, короче, три значимых момента, вот из них мы будем сейчас играть, первое, первое, где меня ловит жизнь, где меня она поймала, и как мне сразу же получить доступ к этому состоянию, второе, это постоянный чекап своих достижений, и третье, это люди, которые нас окружают, люди, которые в состоянии быть для нас источниками нашей, нашей уверенности в себе, либо те, кто глядят в наши источники, вот их надо отгонять, и вот с этого мы начнем практически наш, нашу встречу по самооценке, нормально? Сейчас я посмотрю, как там у нас по времени, ух, ничего, я красавчик, четко, совершенно, прямо в это, уложился в час, ну, что, братья и сестры, огромное вам спасибо, искренне вам благодарность, че, а сейчас, сейчас Миша, да, где Миша, наверное, скажет, что делать дальше, да? Миша, хорошо тут, конечно, наставники, люди добрые, здравствуйте, вот, значит, ага, у нас сейчас будет два зала в зуме, мы ссылочки выложим в общий чат, и можно будет туда подключаться, у нас сейчас 144 человека, соответственно, половина идет в первую, за половину, во второй. Прекрасно, Миша, большое спасибо, ну, что, с Новым годом, ребят, с Новым годом, спасибо большое, спасибо, коллеги, ссылки сейчас появятся в группе марафона, и проходите, пожалуйста, в зум, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok